В «Газпромнефть» ноябрь с «Нефтегазе» продолжают внедрять в работу передовые современные технологии. Совсем недавно получила акт соответствия и начала работать на полную мощность автоматизированная система учета электроэнергии, что позволило нефтяникам сэкономить уже более 20 миллионов рублей. Все подробности далее. Внедрять в производство подобную систему пришлось поэтапно с 2010 по 2012 год. Ведь это огромный фронт работы, установка самого передового оборудования. Раньше специалисты компании с ноутбуком в руках вынуждены были лично приезжать на 224 точки учета расхода электроэнергии и вручную снимать показания, что занимало как минимум 2-3 дня. Теперь это все делает автоматизированная система в течение получаса. Большие плюсы этого времени. То, что раньше занимало очень много времени, пока соберем мы по всем точкам эти данные. Сейчас это все автоматически и сразу напрямую предоставляется. Нету никаких человеческих факторов. Все автоматизировано сейчас в данный момент. Вот это самый большой плюс. Кроме времени, автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии позволяет уже сейчас значительно снижать затраты. Раньше счет нефтяникам выставлялся по единому тарифу. Теперь специалисты Ноябрьскнефтегаза составляют гибкий почасовой график расхода электроэнергии на двое суток вперед и применяют в своей работе многотарифный план оплаты. Даже на розничном рынке позволяет у нас экономить за счет снижения тарифа. Мы осуществляем почасовое планирование нашего графика нагрузки на двое суток вперед. И это позволяет нам снизить тариф покупки электроэнергии. За 2012 год экономия составила около 23 миллионов рублей. Но и это еще не все. Совсем недавно автоматизированная система была проверена компетентной государственной комиссией и получила акт соответствия. А это, в свою очередь, позволяет ноябрьским нефтяникам уже в этом году выйти на оптовый общероссийский рынок энергоресурсов и покупать товар по самой оптимальной цене, что, естественно, еще более снизит затраты предприятия на электроэнергию. Оксана Балуна, Артур Кабаневский, Александр Иванов. Новости нашего города.